Главная тема дня – это удары дронов по Москве и области. Что же это в итоге было, мы обсудим прямо сейчас с блогером и юристом Марком Фегиным. Марк Захарович, здравствуйте. Рад приветствовать, рад приветствовать всех зрителей. Ну, было ли для вас неожиданно сегодня проснуться и узнать такие новости, Марк? Нет, нисколько. Я как бы много раз такое предполагал в эфирах, анонсировал, что с неизбежностью оно к тому приведёт. Причём, вы знаете, поразительно, насколько вот эта самоуверенность подводит Кремль, потому что они-то были убеждены, что либо не решатся, либо не долетят. Ну, то есть одно из двух, в зависимости от. Соответственно, высшее руководство, наверное, было уверено в том, что система ПВО будет работать так, что ещё на дальних подступах к Москве будут уничтожены все вот эти беспилотные аппараты или ракеты, а это сейчас пока речь о беспилотных, что будет, когда ракеты реально полетят, которые передадут Украине. И, собственно говоря, это уже последствия. А изначально, я вам напомню, в прошлом году Песков, когда уже шли обстрелы территории Украины, это был, наверное, март уже, месяц. Говорю, ну нет, ну что же, ответных никогда не будет никаких ударов. Там же Зеленский заявлял, что он не предполагает ударов по гражданским объектам и военным на территории самой России. А сейчас, собственно говоря, происходит ровно то, что и должно было происходить. Это естественное следствие войны, затеянной Кремлём. Ничего здесь удивительного нет. Ну, изящество присутствует, потому что всё-таки дроны на Рублёвке, это, знаете, даже эстетическое удовольствие представляет. Вот этот летящий над особняками, да, который мы как раз перед вами показали. Да, это просто... Там почти оргазм, наверное, кто-то испытал, потому что эти-то вообще убеждены, что это не про них, понимаете? Ну и жители России, причём, я думаю, тоже вполне могла понравиться такая картинка, когда именно над Рублёвкой летит дрон. А это специально ведь, да? Да, несомненно. Несомненно. Рублёвка – это мишень. И если какую-то часть Москвы и будут атаковать, то, ну, конечно, number one – это Кремль, а вторая – это, безусловно, Рублёвка. Всё, что от Жуковки до Никольной горы или там ряд других, это всё попадает в зону интереса и обязательно будет атаковано вне всяких сомнений. Ну, а как вам реакция? Вот Путин внезапно, значит, на встречу с креативными предпринимателями таки выступил, хотя Песков говорил, что не будет комментировать отдельно это всё. Ну, там всё было довольно скучно, конечно, в его комментариях. Он сказал, но единственное, что такое более-менее подробность, он сказал, что это ответ на то, что Россия атаковала здание управления разведки в Украине. Ну, во-первых, это ответ вообще на все удары авиационные, ну, то есть беспилотников, ракеты и так далее, которые наносятся по Украине все 15 месяцев. Собственно говоря, какая разница выделять, ударили они по разведке или нет, мы, кстати, этого не знаем, но суть даже не в этом. А вот удар вот был недавно в Днепре по поликлинике, там убили человека, шестеро раненых, по-моему. А вот удар по Днепру, мы помним, как подъезд обвалился, там 25, по-моему, человек погибло, шестеро детей. А вот удар по Умане, это тоже все военные объекты? Это кто вообще? Сами украинцы что-то себя взрывают? Ну, то есть он может говорить все, что угодно, как бы от души. Верит он в это или нет, вообще, честно говоря, уже это второстепенно. Безусловно, и, конечно, ему нужно что-то говорить. Он предпочел бы промолчать. Он бы предпочел промолчать, ну, как бы промолчал, Песков что-то прокомментировал, другая реакция. А весь цинизм, он проявляется именно вот в таких комментариях. Ты понимаешь, что дело имеешь с судоедом, с которым договориться, и как-то по-хорошему, вот все равно, вот как хотите, не получится. При всем желании, но не получится. Он и атомную бомбу скинет и скажет, что это, так сказать, ответный удар за удары сначала по зданию разведки и по поводу беспилотников, которые были посланы на Рублевку прямо к его резиденции. Понимаете, он всегда найдется, что такое постное по форме, но циничное и ужасающее по смыслу сказать. Так что мы, в принципе, от него такого же и ждали. Вряд ли он мог сказать, что, слушайте, мы вот 15 месяцев бомбим, ну, понятно, война, что же вы хотите. Они нас, ответно, бомбят. Ну, что делать? Ну, вы сами назвали довольно, вот в Умане, в Днепре, все эти факты, где погибли люди, дети, мирные жители, разбомбленные жилые дома, но на их фоне то, что произошло сегодня, все-таки выглядит, ну, скажем так, минимальными разрушениями, да? Это был разведывательный запуск. Я думаю, да. Я думаю, да. Ну, то есть, понимаете, как, проверяют, где находится система ПВО. Кстати, их засветили и панцирь, и так далее. Но я думаю, их, скорее всего, будут передвигать в связи с тем, что места засвечены и так далее. По ним, скорее всего, будут какие-то удары вторичные. Но, безусловно, это пока пристрелка идет, потому что, ну, тут очень много факторов играет роль. Это украинские дроны, которые производятся Укроборонпромом, но, скажем так, конечно, в них узлы и детали иностранные. Я думаю, американские, я думаю, и там других стран производителей, может быть, турецкие. Я думаю, что начинка в нем разная, понимаете? То есть, сверху может коробка, кузов, так как мы говорим, отечественный, то есть, украинский, да? А все остальное, это наверняка иностранные. Наверное, будут доводить, улучшать. Это все по ходу с колес делается. Я думаю, что, безусловно, будут повторные удары. И, возможно, будут использованы средства, которые еще не использовались и с большей дальностью, с большей точностью. Но вот эти беспилотники до 20 килограмм несут. Это небольшое количество взрывчатки. 20 кг – это не очень много. То, что они летают вплоть до 800, даже до 1000, говорят, это все-таки небольшое количество. Вот когда полетят, знаете, с 50-70 килограмм взрывчатки, ну, тут, наверное, совершенно другой расклад будет, и другие, наверное, беспилотники появятся и так далее. Но доведут все до того, что будут и ракеты. Ракеты обязательно будут этим кончиться. Я вот хотела как раз спросить, правильно ли я вас понимаю? У нас эфир сегодня называется «Удары дронов по Москве. Что дальше?» То есть Марк Фейгин считает, что дальше ракеты. Да, я думаю, что дальше ракеты. Причем, ну, опять же, я повторяю, корпус ракеты будет украинский, а внутри она будет, не знаю, какая-нибудь томогавка и все. Это просто потому, что нельзя использовать по международному соглашению. Украине дают вооружение дальней бойности с примечанием, что нельзя на территорию Российской Федерации. Поэтому вы про корпус говорите. Да, конечно, но вы же понимаете, как дают... Как это? Вы видели фильм широко закрытыми глазами? Приблизительно так же это все обстоит, как в этой картине, так сказать, безусловно. И, конечно, американская сторона и знает, и понимает, и так далее. Может быть, ей вообще всего бы этого не хотелось. Понимаете, и войны бы ей не хотелось. Но война, она диктует свои законы, понимаете? Не будет так, что в одну сторону все летит, а в другую не летит. Война так не работает. Ну, если бы они выиграли за три дня, конечно, больше ничего бы и не было. Но такого же не произошло. Поэтому это неизбежно. Ну, хорошо, вот давайте так. Давайте так, Лена. Я вам даю ракеты и говорю, ну, ты только не вздумай, не стреляй по российской территории. А вы вот видите, что вечером у вас убиты дети. Лежат такие вот маленькие, вытащенные из-под завалов. Вы что, будете как бы с оглядкой на меня сказать, Марик, пришел бы ты куда подальше? И обязательно будешь это использовать. А решать проблему лучше постфактум. Понимаете? Когда уже... Можно же отрицать вечно говорить, это не мы, это не я, это не наш. И те же скажут, ну, они же сказали, что это не наши. И все, ну, как бы, ну, все, вопрос закрыт. Вы видели, что там некоторые педалируют, Москва, кстати, инспирирует на расследовании, почему, собственно, в Белгородском рейде принимала участие американская техника, да? Иностранного производства. Все, значит, бронетехника. И типа расследования, и все такое. Ну, это для вида делается, понимаете? Для того, чтобы, ну, как бы, снять, мы ничего не понимаем. Ну, вот они взяли, да использовали. Ну, что ж теперь поделаешь, понимаете? К сожалению, у войны и такая есть сторона, темная. Она заключается в том, что, ну, как бы, вы решили играть не по правилам, а Москва все время играть не по правилам. Она вообще правила не признает. Они вместо международного права пользуются красными чертами, да? Которые сами себе устанавливают. Вам, мне можно, вам нельзя, да? Но раз за разом им отвечают тем же самым. Той же монетой, понимаете? Ну, друзья дорогие, если вам можно, значит, можно и нам. Так-то ведь в нормальных условиях мы бы вот с вами, конечно, бы сказали, ну, дичь какая там, в мост взорвать, кафе взорвать, или дроны послать на рублевку. Ну, конечно, это же безумие. Но это же не вообще оторвано происходит. Это же в контексте войны, когда льется кровь тысячами, понимаете? И тогда сразу ты говоришь, ну, а что делать-то? И акты террора военного, и акты, значит, бомбёжек таких с помощью дронов ВПЛА, да? Ну, это всё последствия войны. Пока русский обыватель не поймёт, что это взаимосвязанные вещи. Их нельзя одно от другого рассматривать. Будет всё продолжаться. Уверена, что никакой там радости это не приносит ни вам, ни мне наблюдать ту или иную бомбёжку войны. Ну, например, я это уже давно пережила, ещё в марте 22-го года, ещё прохаживаясь по Москве. У меня бесконечно перед глазами мелькала картина, что рано или поздно прилетит. И действительно, логически уже в мае 23-го года остаётся только ждать, когда это будет действительно так вот страшно ракетами и с такими же последствиями, как это бывает в Украине. Спасибо большое, Марк, что пришли к нам поговорить. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, ему лайк, так вы поможете нам распространять ролики. И обязательно подпишитесь на канал Ходорковский лайф, если почему-то до сих пор этого не сделали.